Не читайте, вместо того, чтобы читать текст инсайдера, посмотрите видеосюжет, который вышел на канале CBS в программе 60 минут. Он, если меня не изменяет память, в открытом доступе, по крайней мере, я его смотрела без каких-либо там уловок, выпенок и всего прочего. И он гораздо лучше рассказывает эту историю, чем это сделано на странице инсайдера. К сожалению, так бывает, так бывает со сложными расследованиями. Это большой бич и проблема нашей расследовательской индустрии в целом, в том, что история настолько сложная, часто настолько запутанная, и мы там сидим над ними огромное количество времени, и там столько деталей, которые расследователям кажутся невероятно важными, и что в результате текст оказывается очень грузным и тяжелым. И мне кажется, это то, что произошло с расследованием инсайдера. Там надо продраться через первую страницу две текста на инсайдере, когда просто перечисляются фамилии непонятных людей, ни ранее неупомянутых, и даты, и места, и города. Но потом в этих городах ничего не происходит, но происходит соседних. Поэтому я вас просто отправляю к сюжету 60 минут, которые вот этого американского шоу на CBS, которое раскладывает все с точки зрения... Видимо, просто редакторы лучше работают, и лучше устроен у них стори-теллинг. И, естественно, там в кадре есть конкретные люди, которые рассказывают свою историю. Естественно, когда ты слышишь от первого лица эту историю, они читают со страниц без лично, даже без фотографии, по-моему. Когда ты видишь лицо этого человека в видео, и он тебе рассказывает, как там какая-то женщина, сотрудница ЦРУ, по-моему, она рассказывает, как она проводила свой день, где-то она, по-моему, что-то там стирала, была в своей постирочной комнате, в которой есть окно. И вот через это... И когда ее ухо находилось ровно напротив этого окна, ее голову пронизала острая боль, как будто кто-то там с стократной силой, с тысячекратной силой, допустим, там зубной врач, как сверлит тебе пломбу, вот что-то такое на высоких тонах, которое по ощущениям, они все пострадавшие сравнивают с тем, что тебе прям в барабанную приму, ну, не знаю, там, карандашом ручкой ткнули и проткнули ее, да, вот такого рода боль. А потом наступают совершенно страшные непонятные последствия, потому что ты теряешь, возможно, ты теряешь способность ориентироваться в пространстве, у тебя нарушается вестибулярный аппарат, и постепенно ты, ну, и из-за этого ты теряешь координацию, следственную способность там нормально передвигаться, выполняя свои ежедневные функции, ну, и когнитивные способности снижаются безумно, да, это краткосрочная и долгосрочная потеря памяти, и это все регистрируется медицински, и вы только как бы представьте, да, себя на этом месте, вот какая-то штука такая с вами случается, кажется, ну, что там, магнитная буря, что-нибудь еще, фигня какая-то, а потом на уровне медицинских анализов травма, да, какое-то нарушение мозговой деятельности, она фиксируется, но никто не понимает причину, то есть непонятно, что это спровоцировало, травма есть, как будто тебя ударили тяжелым предметом по голове, а тебя не ударяли тяжелым предметом по голове, и в этом и весь этот страшный фокус, и ужас этого оружия нового поколения, которое там, очевидно, работает на каких-то на уровне микроволн, да, посылает эти очень сильные сигналы, которые, кстати, опять же, вот в сюжете 60 минут это есть, и там подробно одна из пострадавших это описывает, что у нее вот не подновременно с тем, как у нее вот ей показалось, что какой-то вот луч прямо с этим звуком металлическим бьет в нее, у нее одновременно на телефоне разбухла батарея, вот, ну, задняя крышка батареи разбухла настолько сильно, что там сломался чехол и так далее, то есть на технику, да, это тоже имеет какое-то воздействие. Этой штуке, гаванскому синдрому, очень такая, это тема, которая была какое-то количество лет городской легендой, а потом резко стало понятно, что это совсем не городская легенда, что все это правда, и сугубляет истории, вообще считается, что вроде с 16-го года, это происшествие в Гаване, собственно говоря, когда сотрудники американского, то ли посольства, то ли, может быть, госдепа, то ли еще чего-то, что-то почувствовали на себе эти симптомы, а на самом деле там уже и зарегистрированные случаи есть и раньше, на пару лет во Франкфурте, и речь идет о сотнях людей, о сотнях людей, которые работают так или иначе на американские государственные органы, только на американские, на ФБР, на ЦРУ, на Белый дом, какие-то военные, сотрудники Министерства обороны, их семьи, их дети, те, кто с ними проживает, и происходит это, в абсолютно случайных точках мира, да, это нету такого, что ты приезжаешь там в какое-нибудь конкретное место, да, во Франкфурте, во Франкфурте такое с людьми происходит, нет, это происходит во Франкфурте, это происходит в Ханое, во Вьетнаме, это происходит в Калифорнии, это происходит во Флориде, а дальше основной, основной такой, самый интересный сюжет 60 минут, который, мне кажется, на английском, там он рассказан и показан прекрасно, почему-то у инсайдера он не помянут вообще, а он очень прикольный, это про то, как за превышение скорости, за какую-то безумную гонку в Флориде был задержан водитель, значит, водитель ехал на мустанге, автомобиле, прям, и есть кадры погони, снятые из полицейской машины, и он вот, полицейский за ним гонится, кричит вот в этот вот мегафон, да, остановите машину, прижмитесь к обочине, а мустанг все уезжает и уезжает и уезжает, и так, как в фильмах, настоящая погоня, потом в результате и бросают такую специальную ленту с шипами, и, видимо, пробивают шин, на этом автомобиле ему приходится остановиться, задерживают, значит, открывают дверь машины, задерживают человека, вытаскивают сумку, а у него в сумке лежит какая-то куча записок с банковскими счетами, с номерами или каким-то названием банков, что-то такое, ну, там не очень это показывают, и сумму, там 75 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, еще какая-то, это все такое беспорядок, какие-то записочки, какие-то пометки, там же лежат куча каких-то проводов, и устройство, которое ты можешь подключить к автомобилю, ну, к мозгам машины, и оно стирает, соответственно, все данные по пробегу про GPS, соответственно, по местоположению машины, ты можешь, как бы, если ты куда-то на ней ездил, ты можешь использовать, с пользой, куда-то не должен был ездить, если ты родился, ездить секретно, ты можешь, подключив эту машинку, стереть эту информацию, и даже на уровне, там, тех центров, обслуживающих, спецслужб, и так далее, никто не узнает, что ты туда ездил. Вот это у него нашли в сумке у чувака на мустанге, который скрывался от погони. Ну, а потом еще у него нашли российский паспорт, и выяснилось, что зовут его Виталий Ковалев, и по официальной версии этот Виталий Ковалев работал шеф-поваром. Очевидно. Причем шеф-поваром в непростом местах, те, кто нас из-за границы смотрят, по крайней мере, из больших городов, многие знают сеть ресторанов русской кухни, которая называется Мариванна. В Лондоне такой есть, в Нью-Йорке такой есть, в Вашингтоне такой есть, там во многих больших городах есть. Это, по-моему, я боюсь соврать, это Гинц и прочих. Ну, один, по-моему, из больших сетевых хороших ресторанов с русской кухней, прекрасные места, с такой очень атмосферной. В Москве тоже на Патриарш мне кажется, до сих пор должна быть Мариванна, если не закрыли. И вот когда хочется поесть русской еды, когда хочется сводить там кому-нибудь показать, что такое пельмени и что такое блины, вот можно идти в Мариванну. Он там работал, там, в какие-то шоу снималось по телевизору. Это тоже все есть в сюжете 60 минут. Поэтому там и не понравилась мне эта история гораздо больше. Ну, вот Ахрист дорасследовал этого шеф-повара до того, что он оказался инженером, радиотехником, который занимается именно там радиоэлектроникой, чем-то таким, с каким-то высочайшим уровнем квалификацией, с военным опытом, приписанным к какой-то военной части, которого, ну, то есть человеком, которого де-факто, если он это радиоэлектроникой занимается, это очень, вот это как раз очень высокотехнологичная штука, да, тебя выучивают, тебя тренируют, ты работаешь на эти какие-то на военных или на спецслужбах, но ты не можешь потом просто взять и поехать работать поваром. Ну, ну, нет, простите, это так не работает. Спецслужбы тебя просто так не отпускают. И, естественно, ну, то есть это все выглядит с гигантской долей вероятностью так, что должность шеф-повара и такая публичная даже карьера шеф-повара являлась прикрытием того, что человек этот занимался в США шпионажем. Его приговорили, но только за то, что он превышал скорость, по-моему, на 30 месяцев или на сколько-то он отсидел в американской тюрьме, ну, за то, что он превышал скорость, скрывался от полиции или еще что-то, ну, не за шпионаж, естественно, этого не было известно. Он уехал обратно потом в Россию, а заканчивается эта часть повествования тем, что Христа в кадре показывает свидетельство о смерти, и вот этот шеф-повар только что якобы умер где-то под Луганском на войне. О, Боже. Я сказала это только потому, что... Ну, прикол у вас, ну, как бы... Это интересная детективная история и хорошее расследование. Конечно, просто я поэтому так и топлю. Расследование реально крутое. Да, связано не идеально, не так, как в прошлый раз с Навальным, но они тоже учатся. Это все-таки... И это другое все-таки подразделение, да, это все-таки ГРУ и операции за границей. Ну, и если честно, маскировка их, ну, не настолько выдающаяся, чтобы не мочь это никак связать. Вот в случае Тбилиси самый хороший, там, где сын, второе поколение, тоже меня, отдельно меня от этого бомбит, я уже полдня про это думала, когда они выпустили, то, что дети 2000 года рождения сын главы военной части, вот, которая как раз занимается этими убийствами за границей, уже сам занимается убийствами за границей. Ему 21 год был, на момент того, когда он участвовал в какой-то операции, сейчас ему, соответственно, 24. Ну, что это, если не груминг, да, когда вот прям вот с молодых ногтей тебя учат становиться убийцей. И его засекли неплохо. Там в Тбилиси было такая же, несколько таких же инцидентов, связанных с гаванским синдромом, с такими же какими-то жалобами от сотрудников американских ведомств, что типа чувствуют плохо, слышат звук помутнения сознания и все прочее. этот сын, начальник военной части, тоже сотрудник всему ГРУ, был в этот момент, по-моему, прилетел в Ташкент, откуда несложно доехать до Тбилиси. И кто-то отключил телефон, и кто-то в момент, пока телефон был отключен, заходил его имейл с IP-адреса географически находящегося в Тбилиси. Ну, по моим расследовательским стандартам, а потом его еще кто-то опознал, кстати, внешне, и, собственно говоря, женщина, которая пострадала, его я познала. По моим расследовательским стандартом это проходит. Ну, вот, мне кажется, что это более-менее доказано. Вот. А почему скепсис весь, в основном, мне кажется, происходит из того, что очень странным, очень подозрительным и непонятным образом американские власти очень долго отрицали, что гаванский синдром существует. И выпускали отчеты, какие-то спецслужбы, прям с грифами, с печатями, со всем, что они считают, что нет, скорее всего, это не действие какого-то врага, а это просто стечение обстоятельств, что у людей бывают разные заболевания, они по-разному манифестируют себя на разных этапах, какие-то там побочки, еще что-то, еще что-то. И, ну, то есть американские власти это отрицают, это как бы делает это еще более прикольной, интересной историей, потому что что это вы решили взять, что это вы взяли, если это отрицать, достаточно очевидные вещи. Это вызывает огромный резонанс в американском обществе, потому что, ну, слушай, тут это не Путин, тут вопросы возникнут, почему спецслужбы в описании, в задачах, в которых стоит защищать американских граждан, почему они де-факто покрывают какие-то инциденты и не хотят это расследовать. Ну, знаешь, с какой критикой я соглашусь? С какой? Я знала, что Христайд расследовал все то время, которое мы, как минимум, знакомы, а, скорее всего, еще и до этого. Я, конечно, мечтала увидеть этот самый, ну, сам аппарат, облучатель, как бы это ни выглядело, как бы это ни было устроено, была, конечно, очень интересная технология. Привет, спасибо, что досмотрели ролик до этого места. И если вы хотите нам помочь не только просмотром, то становитесь нашим финансовым помощником, для этого можете оформить спонсорство, нажать кнопку «Спасибо», и тогда мы будем безмерно благодарны вам, всем каналам «Популярная политика». Внесите вклад в борьбу с Путиным. «Популярная политика» и «Популярная политика» и «Популярная политика» Продолжение следует...